Что за вопрос у нас? Откуда ты? Откуда ты прибыл у нас? И как мы отвечаем на этот вопрос, Матвей? Их кам аус благовещен. Их кам аус благовещен. Их асен, Матвей. Матвей, ну расскажи, как тебе уроки немецкого? Уроки немецкого очень интересные, мне нравятся. Чем нравится, расскажи. Произношение, то что немецкий, он немного легче, чем французский. Ну и я как-то во Францию не очень хочу. Я и в Берлин, и в Германию не хочу. Тут такие разные произношения, как, ну, вот, например, буква «Р», как вот так, как-то. Сложнее, чем английский учить, немецкий? Не, легче. Мы уже цифры учили. Посчитай мне до пяти. На пяти, он, ну, я еще плохо так знаю. Ну и попробуй, давай. Им, звай, драй, вай, овир, щенц, щенц, это все. Немецкий очень интересный, очень похож на английский, тут много разных слов. И если я поеду в Берлин, я смогу там свободно говорить, если изучу весь немецкий. А почему ты выбрала немецкий, а не французский? Потому что немецкий, он более легкий, похож на английский, а французский, я не хочу ехать в образцы французов. Пожалуйста. Сейчас мы проходим уже в течение четырех недель немецкий язык, второй из нас иностранный язык. Успели мы пройти, ну, как и полагается, нужно начинать учить вообще любой язык, это с алфавита. Вот, выучили мы алфавит, затем выучили мы также цифры, чтобы мы знали, как у нас страницы хотя бы называются в учебнике и упражнения. И вот у нас тема была, это знакомство, получается, мы изучали слова приветствия, халло, гутен морган, гутен так, гутен абэнд и так далее. Также, получается, уже такие вопросы, как дела, вегейтес. Что они должны за эти четыре года освоить? Представляться он точно сможет. Далее, уже более-менее изъясняться на немецком этом языке. Узнает о различных странах, не только, получается, о Германии, но и соседствующих с ней, Австрии, Швейцарии. Вообще, это большой шанс для детей, кто не смогли, допустим, не поняли английский, начать как бы с нуля, взять и найти себя, так сказать, во втором немецком языке или французском языке. Это многие дети, которые даже учились, допустим, не очень в английском, то они вот себя именно находят и очень сильно воодушевленно это воспринимают. А легко ли им дается язык немецкий? Да, вот в большинстве групп, которые я веду, у них дается легко, потому что нет такого, как в английском, получаются какие-то слова, которые не читаются так, как они пишутся на самом деле. То есть, если в немецком, грубо говоря, если, то что написано, то и читается. Как выучили в алфавите буквы, так они у нас и читаются. Так что с этим, во всем остальном, я объясняю, какие у нас там сложные сочетания, типа дифтонгов и так далее бывают, но это мы в процессе уже не версты. Стандарт общего образования, разработанный Министерством образования и науки Амурской области, рекомендует ввести второй иностранный язык в образовательных организациях. Министерство образования и науки Амурской области поддерживает данную рекомендацию, поэтому с этого учебного года в наши образовательные организации мы ввели два вторых иностранных языка, это немецкий и французский язык. Выбор происходил участниками образовательных отношений и их законными представителями, то есть с родителями. И как в итоге получилось соотношение французский и немецкий в вашей школе? Французский и немецкий, если класс состоит из 30 обучающихся, то 15 обучающихся изучают французский язык и 15 изучают немецкий язык. Второй иностранный язык ведется два раза в неделю и носит оценочный характер. Новых учителей нанимать не приходилось, потому что наши педагоги владеют двумя языками в совершенстве. Как вообще, в принципе, реакция детей на наш взгляд, родителей, что второй язык появится в школе? Ну, законопредставители, родители переживают по этому поводу из-за нагрузки, которая легла на плечи их детей. Но у нас первая четверть, скоро будет окончание, и мы сможем увидеть уже первые результаты и дать, наверное, уже какой-то объективный комментарий по этому поводу. Сделаем выводы и, может быть, что-то там пересмотрим, какие-то моменты. Были раньше пожелания от родителей, что ведите второй иностранный язык в школе? Нет, пожеланий не было, но в прошлом году мы в рамках внеурочной деятельности предлагали детям изучать французский язык. Но не было.